Ребят, всем привет, с вами снова Стас, и я снимаю свой новый влог. Давно влогов не было, вы заметили, все были какие-то обзоры, распаковки, давайте играть в GTA 5, кому это интересно, всем нужны влоги. И сейчас я вам покажу, чем я вообще завтракаю. Завтракаю я обычно гранолы, которые я недавно приготовил, баночкой нутеллы, целой баночкой, и чаем с двумя ложками сахара. Многие скажут, что сахар не полезный, я скажу, ну и чё. Вообще, из-за карантина, мы закрыли на карантин, мой завтрак начинается в 12.35, когда у нормальных людей уже должен проходить обед вовсю. Но, я проснулся в 11, потому что у меня уже собака подошла ко мне такая, эй, хватит спать, я вообще-то играть хочу, займись мной уже. И я проснулся, полежал в 12 и пошел в душ, поэтому себя я показывать не буду пока, что у нас сегодня будет насыщенный день, мы пойдем на занятия по чешскому языку. Ну, а что еще можно смотреть за завтраком? Конечно же, новую серию Топ Гира 22 сезона, пятую серию на русском языке перевели. Сегодня, по-моему, ура, ура, обычно это завтрак, я смотрю, либо Игру Престолов, либо Симпсонов. Но Симпсонов там уже 26 сезон подходит, к концу переведенная серия, чем у меня рука трясется. И вот, давай я тебе покажу Гранолу. Многие скажут, эй, Стас, у тебя изюм подгорел. Да, подгорел. Ну и что теперь? Вот, все, ребят, у меня подгорел изюм. Вот, изюм, он подгорел. Здесь, кстати, есть финики. Это мы сами готовили в духовке, вообще классно готовить. Легко, просто, вообще не сложно. Купить там крупу, засыпать там, ба-ба-ба, ну, посмотрите в интернете там. И сейчас у вас будет очень вкусная, настоящая голливудская Гранола. Я вас также поздравляю со всеми праздниками. Давайте я наведу на эту вкуснятину. Со всеми праздниками топ-гир. Надо на весь экран же сделать что-то. Топ-гир. Всем нравится топ-гир. Я вообще люблю топ-гир, вообще люблю пересматривать топ-гир. Я думаю, вы обо мне не знаете. Давайте, оставайтесь с нами. В общем, всем приятного аппетита. Если вы сейчас кушаете ложечку за меня, ставим лайк и подписываемся, делимся этим видео. До следующего включения. Да, ребят, вот эта цена на The Order 1886. 3 990 рублей. В общем, это вообще самая дорогая игра, которую только можно придумать. Хотя, эксклюзив для PlayStation 4, но что-то я вообще сомневаюсь. За 3 990 рублей это стоит ли вообще? Эта игра нет. Понимаю, что там прохождение на 5 часов, но... На графику интересно посмотреть. Ну, блин, 3 990 рублей это... Прожиточный минимум у нас 7 тысяч рублей в стране. А 3 990... Ну, не знаю, подумаю, стоит ли это того или нет. Музыка. 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 Ребят, на этом день закончился. Но вечером, нежданно-негаданно, в Твиттере одной известной певице появилась вот эта запись. Давайте посмотрим. Американская хоро-стория сезона 5. Ну и, конечно же, всем любителям такого офигенного сериала, как Американская история ужасов, это была просто потрясающая новость. Хэштег Gaga American Horror Story. Хотя сразу же появился в мировых в Твиттере. Это что-то невероятное. Гага будет в Американской истории ужасов. Ребят, кто не смотрел этот сериал, быстро смотрите. Ну, а с вами был Стас. На этом влог закончился. Подписываемся, ставим лайки. До скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok